Здравствуйте, товарищи слушатели! Мы с вами неделю назад встретили 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это, конечно, очень важное событие в жизни всей нашей страны, но и не только. Это событие имело и имеет до сих пор международный характер. Какой же международный характер имеет эта Октябрьская революция для всего мира? Об этом, конечно, очень много можно говорить, но что думают об этом марксисты, хотелось бы знать. И вот я хочу вам предложить мнение выдающегося марксиста Иосифа Виссарионовича Сталина, который в своей статье, которую он назвал «Международный характер Октябрьской революции», изложил свое понимание международного значения Великой Октябрьской социалистической революции. Сделано это было к десятилетию октября, так и назвал он, такой дал под заголовок этой статье, и опубликована она была 6 и 7 ноября 1927 года в газете «Правда». Эта статья была опубликована. И вот что сказал Иосиф Виссарионович по поводу международного значения Великого Октября. Он сказал, «Октябрьская революция не есть только революция в национальных рамках, она есть прежде всего революция интернационального мирового порядка, ибо она означает коренной поворот во всемирной истории человечества от старого капиталистического мира к новому социалистическому миру». Революции в прошлом оканчивались обычно сменой, укормило правление одной группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров. Эксплуататоры менялись, эксплуатация оставалась. Октябрьская революция отличается от этих революций принципиально. Она ставит своей целью не замену одной формы эксплуатации другой формы эксплуатации, одной группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров, а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, уничтожение всех и всяких эксплуататорских групп, установление диктатуры пролетариата, установление власти самого революционного класса из всех существовавших до сих пор угнетенных классов, организацию нового бесклассового социалистического общества. Именно поэтому победа Октябрьской революции означает коренной перелом в истории человечества, коренной перелом в исторических судьбах мирового капитализма, коренной перелом в освободительном движении мирового пролетариата, коренной перелом в способах борьбы и формах организации, в быту и традициях, в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего мира. Вот какое, товарищи, великое значение придавал Иосиф Великой Октябрьской социалистической революции. И не зря она, конечно, была названа Великой. И далее говорит, что в этом основа того, что Октябрьская революция есть революция интернационального мирового порядка. В этом же корень той глубокой симпатии, которую питают в Октябрьской революции угнетенные классы всех стран, видя в ней залог своего освобождения. И далее он, как бы, вот это свое понимание большого международного значения пытается расшифровать. И, в общем-то, делает очень качественно эту расшифровку. Он говорит, что можно было отметить ряд основных вопросов, по линии которых проходит воздействие Октябрьской революции на развитие революционного движения во всем мире. И, вот, сделав такое замечание, что ряд вопросов, он останавливается на четырех основных, как он считает, вопросах, которые придают великое международное значение этой Октябрьской революции. И первый вопрос, который он раскрывает, это вопрос, который состоит в том, что Октябрьская революция замечательно, говорит Иосиф Сырилович, прежде всего тем, что она прорвала фронт мирового империализма, низложила империалистическую буржуазию в одной из самых больших капиталистических стран и поставила у власти социалистический пролетариат. Класс наемных, класс гонимых, класс угнетенных и эксплуатируемых впервые в истории человечества поднялся до положения класса господствующего, заражая своим примером пролетария всех стран. Это значит, что Октябрьская революция открыла новую эпоху, эпоху пролетарских революций в странах империализма. Она отобрала орудия и средства производства у помещиков и капиталистов и превратила их в общественную собственность, противопоставив таким образом буржуазной собственности собственность социалистическую. Тем самым она разоблачила ложь капиталистов о том, что буржуазная собственность является неприкосновенной, священной, вечной. Она вырвала власть у буржуазии, лишила буржуазии политических прав, разрушила буржуазный государственный аппарат и передала власть советам, противопоставив таким образом буржуазному парламентаризму как демократии капиталистической, социалистическую власть советов как демократию пролетарскую. То есть переход от буржуазной демократии к демократии пролетарской. Что это означает? Это означает, что поскольку существуют классы, в том числе еще и при социализме, то демократия существует для правящего класса в капиталистическом обществе. Для буржуазии демократия, а диктатура для пролетариата и других трудящихся классов. В социалистическом же наоборот демократия для пролетариата и диктатура для эксплуататорских классов. Вот так надо понимать вот эту мысль, которую здесь Сталин раскрывает. Но Октябрьская революция не остановилась и не могла остановиться на этом. Разрушив старое, буржуазное, она принялась строить новое, социалистическое. 10 лет Октябрьской революции, поскольку статья была написана через 10 лет после октября 1917 года, 10 лет Октябрьской революции, есть 10 лет строительства партии, профсоюзов, советов, кооперации, культурных организаций, транспорта, промышленности, Красной Армии, то есть структур, социалистических структур. Несомненные успехи социализма в СССР и на фронте строительства наглядно показали, что пролетариат может с успехом управлять страной без буржуазии и против буржуазии, что он может с успехом строить промышленность без буржуазии и против буржуазии, что он может с успехом строить социализм, несмотря на капиталистическое окружение. Такие общеизвестные факты, как поступательный рост коммунизма в капиталистических странах, нарастание симпатии пролетариев всех стран к рабочему классу СССР, наконец наплыв рабочих делегаций в страну Советов с несомненностью говорит о том, что семена брошенной Октябрьской революции уже начинают переносить плоды. То есть уже через 10 лет складывалась ситуация, когда пролетариат других стран заинтересовывался успехами строительства социализма в нашей стране и конечно пролетариату происходил, как сказал Сталин, поступательный рост коммунизма в этих странах. Это вот первый вопрос, который он хотел раскрыть, то есть то, что революция Октябрьская прорвала фронт мирового капитализма. Второй вопрос, на котором остановился Иосиф Виссарионович, состоит в том, что Октябрьская революция расшатала империализм не только в центрах его господства, не только в метрополиях. Она ударила еще по тылам империализма, по его периферии, подорвав господство империализма в колониальных и зависимых странах. Свергнув помещиков и капиталистов, Октябрьская революция разбила цепи национально-колониального гнета и освободила от него все без исключения угнетенные народы обширного государства, то есть в России бывшей царской. Пролетариат не может освободить себя, не освобождая угнетенные народы. Характерной чертой Октябрьской революции является тот факт, что она провела в СССР эти национально-колониальные революции не под флагом национальной вражды и междунациональных столкновений, а под флагом взаимного доверия и братского сближения рабочих и крестьян национальностей СССР. Не во имя национализма, а во имя интернационализма. Вот такую особенность отмечает Иосиф Исарионович. Именно потому, что национально-колониальные революции произошли у нас под руководством пролетариата и под знаменем интернационализма, именно поэтому народы парии, народы рабы впервые в истории человечества поднялись до положения народов действительно свободных и действительно равных, заражая своим примером угнетенные народы всего мира. Фактически так и было, что все народы бывших в России, бывших российских окраин стали свободными, стали развивать свою культуру, промышленность и так далее. Далее Сталин говорит, это значит, что Октябрьская революция открыла новую эпоху, эпоху колониальных революций, проводимых в угнетенных странах мира в связи в союзе с пролетариатом и под руководством пролетариата. Ну вы помните, что колониальная система, это к середине, вернее во второй половине 20 века практически полностью рухнула. Раньше было принято думать, что мир разделен искренне на низшие и высшие расы, на черных и белых, из коих первые не способны к цивилизации и обречены быть объектом эксплуатации, а вторые являются единственными носителями цивилизации, призванными эксплуатировать первых. Теперь эту легенду нужно считать разбитой и отброшенной. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав на деле, что освобожденные неевропейские народы, втянутые в русло советского развития, способны двинуть вперед действительно передовую культуру и действительно передовую цивилизацию, ничуть не меньше, чем народы европейские. Ну, вся 70-летняя история развития Советского Союза показала, как далеко продвинулись ранее угнетенные народы бывшей царской России. Вы знаете, прекрасно это. Раньше принято было думать, что единственным методом освобождения угнетенных народов является метод буржуазного национализма, метод отпадения наций друг от друга, метод их разъединения, метод усиления национальной вражды между трудящимися массами различных наций. Теперь эту легенду нужно считать опровергнутой. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав на деле возможность и целесообразность пролетарского интернационального метода освобождения угнетенных народов, как единственно правильного метода, показав на деле возможность и целесообразность братского союза рабочих и крестьян самых различных народов на началах добровольности и интернационализма. И в заключение рассмотрения этого вопроса Иосиф Виссарионович говорит, что эра безмятежной эксплуатации и угнетения колоний и зависимых стран прошла. Наступила эра освободительных революций в колониях и зависимых странах, эра пробуждения пролетариата этих стран, эра его гегемонии в революции. Вот так такое высказал мнение в своей статье Иосиф Виссарионович по вопросу второго, о колониальных и зависимых народах. Третий вопрос, который он рассмотрел, ну третий вопрос, значение Великой Октябрьской революции. Он состоит в том, что бросив семена революции, как в центре империализма, это первый вопрос, так и в его тылы, второй вопрос, ослабив мощь империализма в митрополиях и расшатав его господство в колониях, Октябрьская революция поставила тем самым под вопрос самое существование мирового капитализма в целом. Если стихийное развитие капитализма в условиях империализма переросло, ввиду его неравномерности, ввиду неизбежности конфликтов и военных столкновений, ввиду, наконец, небывалой империалистической бойни в процессе загнивания и умирания капитализма, то Октябрьская революция и связанная с ней отпадением огромной страны от мировой системы капитализма не могли не ускорить этого процесса, подмывая шаг за шагом самые основы мирового империализма. Более того, расшатывая империализм, Октябрьская революция создала, вместе с тем, в лице первой пролетарской диктатуры мощную и открытую базу мирового революционного движения, которой оно никогда не имело раньше и на которую оно может теперь опереться. Она создала тот мощный и открытый центр мирового революционного движения, которого оно никогда не имело раньше и вокруг которого оно может теперь сплачиваться, организуя единый революционный фронт пролетариев и угнетенных народов всех стран против империализма. То есть, в чем суть? Что Октябрьская революция, создав пролетарское государство, создала базу для пролетариата других стран, основу, на которой можно опереться в своей борьбе за установление диктатуры пролетариата. И далее Иосиф Виссарионович говорит, в чем значение вот такого создания базы мирового революционного движения. Это, говорит он, значит прежде всего, что Октябрьская революция нанесла мировому капитализму смертельную рану, от которой он никогда не отправится больше. Именно поэтому капитализм никогда больше не вернет себе того равновесия и той устойчивости, которыми он обладал до Октября. Капитализм может частично стабилизироваться, как он теперь стабилизировался, вы знаете. Он может рационализировать свое производство, отдать управление страной фашизму, зажать временно рабочий класс, но он никогда не вернет себе того спокойствия и той уверенности, того равновесия и той устойчивости, которыми он щеголял раньше. Ибо кризис мирового капитализма дошел до такой степени развития, когда огни революции неизбежно должны прорываться то в центрах империализма, то в периферии, сводя на смарку капиталистические заплаты и приближая день за днем падение капитализма. Это значит, во-вторых, продолжает Иосиф Иосиф Иосифович, что Октябрьская революция подняла на известную высоту силу и удельный вес, мужество и боевую готовность угнетенных классов всего мира, заставляя господствующих класса считаться с ними, как с новым серьезным фактором. Теперь уже нельзя рассматривать трудящиеся массы мира, как слепую толпу, бродящую в потемках и лишенную перспектив, ибо Октябрьская революция создала для них маяк, освещающий им дорогу и дающий перспективу. Согласны, что он и сейчас, хотя завоевание октября, конечно, удалось буржуазии ликвидировать, но тем не менее Октябрьская революция продолжает освещать дорогу и давать перспективы. Если бы не было раньше всесветного открытого форума, говорит Сталин, откуда можно было бы демонстрировать и оформлять чаяние и стремление угнетенных народов, то теперь такой форум имеется в лице первой пролетарской диктатуры. Если можно, едва ли можно сомневаться, что уничтожение этого форума покрыло бы на долгое время общественную политическую жизнь передовых стран мраков безодержной черной реакции. Ну, так оно и есть, сейчас реакция наступила. Нельзя отрицать того, что даже простой факт существования большевистского государства накладывает узду на черные силы реакции, облегчая угнетенным классам борьбу за свое освобождение. Этим, собственно, и объясняется та животная ненависть, которую питают эксплуататоры всех стран к большевикам. История повторяется, хотя и на новой основе. Как раньше в период падения феодализма слово «якобинец» вызывало у аристократов всех стран ужас и омерзение, так и теперь в период падения капитализма слово «большевик» вызывает у буржуазных стран ужас и омерзение. И наоборот, как раньше Париж являлся убежищем и школой для революционных представителей поднимающегося пролетариата. «Ненависть к якобинцам не спасла феодализм от крушения. Можно ли сомневаться, что ненависть к большевикам не спасет капитализм от его неизбежного разгрома?» И заключительная фраза для рассмотрения этого вопроса звучит так. «Наступила эра крушения капитализма». И четвертый вопрос, который Иосиф Иосиф Иосифович рассматривает, как бы подчеркивая значение Октябрьской революции. Он сказал так. «Октябрьская революция не есть только революция в области экономических и общественно-политических отношений. Она есть вместе с тем революция в умах, революция в идеологии рабочего класса. Октябрьская революция родилась и окрепла под флагом марксизма, под флагом идеи диктатуры пролетариата, под флагом ленинизма, который есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций». То есть здесь Сталин подчеркивает, что только на основе марксизма, на основе диктатуры пролетариата возможно решать задачу построения нового общества без эксплуатации. Далее он говорит, что Октябрьская революция знаменует поэтому победу марксизма над реформизмом, победу ленинизма над социал-демократизмом, победу третьего интернационала над вторым. Октябрьская революция провела непроходимую борозду между марксизмом и социал-демократизмом, между политикой ленинизма и политикой социал-демократизма. Раньше, до победы диктатуры пролетариата, социал-демократия могла щеголять флагом марксизма, не отрицая открыто идеи диктатуры пролетариата, но и не делая ничего, абсолютно ничего, для того, чтобы приблизить осуществление этой идеи. Ибо такое поведение социал-демократии не создавало никакой угрозы для капитализма. Тогда, в тот период, социал-демократия формально сливалась или почти сливалась с марксизмом. Теперь, после победы диктатуры пролетариата, когда все увидели воочию, чему ведет марксизм и что может означать его победа, социал-демократия уже не может щеголять флагом марксизма, не может кокетничать с идеей диктатуры пролетариата, не создавая известной опасности для капитализма. Давно порвав с духом марксизма, она оказалась вынужденной порвать с флагом марксизма, отстала открыто и недвусмысленно против детища марксизма, против Октябрьской революции, против первой в мире диктатуры пролетариата. То есть, отличие настоящих марксистов от всяких оппортунистов, в том числе и социал-демократов, создает в том, что идея диктатуры пролетариата должна стоять во главе этого учения. Вот на чем Сталин настаивает в своей статье. Теперь нужно отмежеваться, и действительно отмежевались социал-демократы от марксизма, ибо нельзя при нынешних условиях называть себя марксистом, не поддерживая открыто и беззаветно первую в мире пролетарскую диктатуру, не ведя революционной борьбы против своей буржуазии, не создавая условий для победы диктатуры пролетариата в своей собственной стране. Между социал-демократией и марксизмом легла пропасть. Отныне единственным носителем и оплотом марксизма является ленинизм и коммунизм. Но этим дело не ограничилось. Отмежевав социал-демократию от марксизма, Октябрьская революция пошла дальше, отбросив ее в лагерь прямых защитников капитализма против первой в мире пролетарской диктатуры. Нынешний социал-демократизм есть идейная опора капитализма. И это история наша нынешняя подтверждает. Ленин тысячу раз был прав, отмечает Сталин, когда он говорил, что нынешние социал-демократические политики являются настоящими агентами буржуазии в рабочем движении, рабочими приказчиками класса капиталистов, что в гражданской войне проветрята с буржуазией они неизбежно станут на сторону версальцев против коммунаров. Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении. Поэтому эра умирания капитализма является вместе с тем эрой умирания социал-демократизма в рабочем движении. Великое значение Октябрьской революции состоит, между прочим, и в том, что она знаменует собой неизбежную победу ленинизма над социал-демократизмом в мировом рабочем движении. Вот такой мыслью он и заканчивает свою статью, посвященную десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Вот что я хотел до вас, товарищи слушатели, довести. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте обсудим. Там есть закрепление, а вот четыре пункта, которые Сталин озвучил, тезисно можно повторить? Тезисно можно, почему бы нельзя? Конечно можно. Первая мысль, на которой Сталин остановился, это то, что Октябрьская революция прорвала фронт мирового империализма и низложила буржуазию в одном из крупнейших, как он сказал, государств из больших капиталистических стран и поставила у власти пролетариат. Это первая мысль, да, что лишила власти в большом государстве, Советская Великой Октябрьской революции поставила у власти пролетариат. Это вот первая мысль, так? Вторая мысль, которую Сталин подчеркнул, что расшатала не только в центрах господства, то есть крупных империалистических государств, вырвав из его объятий одно из государств, а расшатала его и периферии, то есть на перифериях стало, в колониальных и зависимых странах начало подниматься движение против империализма. Это второй вопрос. Третий вопрос, что вот, значит, расшатав, как говорится, в центре империализма, то есть крупные капиталистические государства и расшатав периферию его, Октябрьская революция поставила под вопрос, как он сказал, существование вообще империализма в целом, то есть она усилила процесс, что человечество от капитализма должно перейти к более справедливому обществу, к обществу без эксплуататоров и без эксплуатации. Вот к чему, что этот процесс Октябрьской революции усилила и ускорила и создала базу, на которую можно опереться, то есть как бы пример создала пролетариату других стран, что вот в России-то смогли создать государство без эксплуататоров. Это третья мысль. И четвертая мысль, что, значит, Октябрьская революция показала, что построить социалистическое государство можно только с помощью научного понимания социалистической революции, грамотного понимания, то есть на основе марксизма, то есть то, что разработано Марксом и Лениным, и что в основе этого учения должно находиться условие диктатуры пролетариата. То есть без марксизма, без ленинизма, без диктатуры пролетариата никакие мечты к социализму не приведут. Вот четыре вот такие вот, как бы, раз вы хотите, чтобы я уточнил, вот так я могу уточнить. Может, я не совсем грамотно, как говорится, так научно, как Иосиф Виссарионович изложил, ну, примерно так я понимаю эти вот четыре основных положения, на которых Сталин остановился. Давайте еще какие вопросы. Вы уточнили, что, да, это 1927 год, это 1927 год, после Октябрьской революции. Да, 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 10 лет. Но на прошлом занятии, наверное, стоит напомнить, что в 1922 году только Гражданская война кончилась, и, соответственно, сегодня после Гражданской войны. Ну, конечно, конечно. Товарищ Сталин уже говорит об успехах советской власти, таких, что... Буржуазию-то победили, тем не менее, средства производства-то у нее отняли. Да, конечно, экономика, конечно, была еще слаба. Конечно, после 8 лет войны, о чем можно говорить, разрушительной войны. Но, тем не менее, основы-то социализма были заложены экономические. Так я к чему? И не только экономические основы, а социально-политические. Власть-то у кого? У пролетариата? Владимир Федорович, мы не дослушали. Это все понятно. Теперь вопрос. Какая-нибудь там Украина, и какой-нибудь Крым, который в 2014 году попал в нашу лапу? Так, ребята, тут... Какие у нас за 8 лет успехи? Какие у нас? Так у нас-то теперь государство буржуазное. О чем мы говорим-то? Теперь-то мы вернулись на 100 лет назад. Мы вернулись на 100 лет назад. В конце прошлого века, в начале этого, 21-го. В конце, в 90-е годы мы вернулись на 100 лет назад. Хотите сказать, что Луганска, Донецка, это тоже еще лучше не будет. Для пролетариата мало что изменится. Конечно, фашизм это страшнее, чем просто либеральное буржуазное государство. Конечно, значительно страшнее. И то, что объявлено нашей буржуазией, что будет бороться с фашизмом, это, конечно, очень здорово. Но я сильно сомневаюсь, что наша буржуазия российская доведет до ума и свергнет фашизм на Украине. Я очень сильно сомневаюсь. Ну, судя по тому, что уже хотят догадывать. Нет, по крайней мере, это задел как раз и для левого движения, для марксизма в целом, как опыт. Потому что все, кто прошел по военные боевые задания, так сказать, уже вроде ближе к марксистам, чем те, которые диванные аналитики здесь анализируют, что это на Украине не так, и что воюем не так, и народ не тот. Ну, что можно сказать. Если мы, опять же, хотите обратиться к марксизму, и что говорит по поводу этого марксизма, что до тех пор, пока рабочий класс не будет организован настолько, что он осознает свое положение в обществе, и осознает, что без его диктатуры ни о каком справедливом обществе без эксплуатации говорить нельзя, мы ничего не получим. Мы ничего не получим для пролетариата. Он будет по-прежнему эксплуатироваться, пока стоит у власти буржуазии. Ну, что там в Луганске, где есть 8 миллионов населения? Да не в этом дело, сколько там миллионов населения. Кто у власти стоит, и кому принадлежат средства производства, пока они принадлежат средства производства буржуазии, в том числе и в Донецке, и в Луганске, как и у нас в России. Они пока выбрали все-таки солидарность с Россией, соответственно... Ну, конечно, понятно, что фашистское государство, конечно, значительно хуже для трудящихся, для рабочего класса, чем либерально-буржуазное. Но, тем не менее, все равно, вы сами видите, что рабочему классу не так уж легко живется, даже при либеральной власти олигархов России. То ему зарплату не платят вообще, или ее задерживают, или дают мизерно, то ему предприятие разрушает работать негде, и так далее, и так далее. Это все буржуазия делает. Кстати, если вы уже заговорили про фашизм, обратите внимание, работа 1927 года, а в ней уже... Уже, да, уже в тому времени фашизм уже зародился, уже в Италии был, существовал фашизм. Я думаю, вы это немножко путаете, шавинин, фаширурные шавинин. Я ничего не путаю. Почему ты решил, что я что-то путаю? Я ничего не путаю. Это в Муссолини пищевого власти. Это Димитрова еще не было, в Германии еще не было. Ну, в смысле, Судана Димитрова... То есть, сформулирован не был фашист, да. Что такое фашизм. То есть, по самому времени реакционному фашизму еще не изобрели в Германии? В Германии его еще не было, а в Италии он уже был. Там уже финансовый капитал уже создал фашистскую власть в Италии. Более так называемые, как они называют, что надо башни. Да, да, да. Уже существовал фашист. Ну, надо вам напоминать формулировку фашизма, которую дал Коминтерн, или не надо? Вы же ее прекрасно знаете. Вы ее прекрасно знаете, что такое фашизм. Завуалированный фашизм, типа, с... Где завуалированный фашизм? Там товарищ Сталин прямо пишет, что буржазия отдала власть в руки фашистов, чтобы они решили проблему с коммунистами. Конечно, как только... Как только где-то возникает опасность, что власть, пролетариат может вырвать у буржуазий, так сразу переходят к фашизму. Сразу. Потому что с фашизмом проще всего бороться с пролетариатом. Это единственное распространение? Ну, не единственное. Не единственное, но весьма эффективное. Но весьма эффективное, конечно. И не увлекание меры. Да, это уже, да. Скорее всего, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok